Современную международную обстановку трудно назвать стабильной, и одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня поистине всемирный характер. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, разрушают материальные и духовные ценности, не поддающиеся восстановлению, сеют вражду между государствами и народами, провоцируют войну. Терроризм и террористические акты хуже, чем война. На войне мы знаем, с кем воюем, кто враг, где он и что от врага можно ожидать. Террористические акты и террористическая деятельность осуществляются подло, из-под тяжка, трусливыми, никчемными и несостоявшимися в жизни людьми. Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет дофиксировано около 15 тысяч больших и малых войн, в которых погибло несколько миллиардов человек. 76 лет назад отгремели войны в Великой Отечественной войне. Борясь с фашистами, наши отцы и деды мечтали и свято верили, что после победы на планете не будет больше войн. Победа была одержана, но всеобщий мир так и не наступил. Продолжаются локальные войны, военные конфликты, связанные с религиозными, территориальными и национальными спорами. В нашу, казалось бы, мирную жизнь все настойчивее вторгается такое злодящее явление, как терроризм. От него не застраховывал никто. Такая форма выражения ненависти и вражды, как терроризм, существует благодаря приверженности к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Его основой является агрессивность, наполненная каким-либо идейным смыслом. Различает виды экстремизма – политический, национальный, религиозный. Экстремизм – крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу основам конституционного строя, ведет к выбиранию конституционных прав и свобод человека и граждан. Подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации. Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное социальное или имущественное положение, национальную и религиозную принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возрастную и половую группы. Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идеи экстремизма являются учащиеся школы с еще не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой. После окончания школы подростки поступают в вузы, колледжи и попадают под влияние различных политических структур. Необходимо быть внимательным к своим детям, беседовать с ними о дружбе между национальностями, об уважительном отношении друг к другу, предостерегая их от негативного влияния экстремистских идей. Мишенью для террористов чаще всего являются правительственные здания, аэропорты, крупные магазины, школы, транспортные средства, места проведения массовых мероприятий. Поэтому, посещая такие места, нужно быть пытительным и обращать внимание на все подозрительное, не бояться звонить в полицию. К сожалению, мы живем в век терроризма. В нашей стране с 1998 года действует федеральный закон о борьбе с терроризмом. Нам нужно справиться с этим кошмаром. За нами наша Великая Родина.